Уединяйтесь и соединяйтесь с Богом. Потому что отношения с Богом побуждают к действию по воле Божьей. Написано в Филипписам 2.13. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. В английском переводе написано, что Бог дает и желание, и силу, чтобы исполнить Божью волю. А откуда приходит это желание? Как, скажите, пожалуйста, Божье желание совпадает с твоим желанием? Потому что сок течет от него в твоих венах. Вы понимаете связь? Как будто его ДНА проходит через вас. Это вообще не твоя заслуга. Не потому что ты такой умный. Не потому что ты такой школу закончил лидерскую. А потому что есть связь лозы и ветвей. И вот эта связь, жизнь, направление, сок идет оттуда. И поэтому ты принимаешь решения. В моей жизни были такие решения, друзья, которые я глядываюсь назад, я знаю, я уверен, что это не я был. Например, открытие миссионерской школы. 24 года, пацан молодой, не имея ни опыта, ни бюджета, ничего. Ну как это возможно? Ну я помню, как когда-то я на чердаке закрывался и засекал секундомер. 15 минут я должен был пробивать на лозе. Это был переломный момент в моей жизни. Да, друзья, я как-то еще тогда учился, вот себя, я хотел оставаться с Богом в личных этих отношениях. Миссионерские поездки на Кубу. Поехал туда сам, один. Как это возможно? Куда ты там будешь кого искать? Страна закрытая, коммунистическая. Но Бог побуждает, производит желания и действия по Его воле. Куда ты? Не знаю, но я знаю, что я должен ехать. Vision Church. Зачем? Куда? Не знаю. Но когда ты пребываешь на лозе, сок, жизнь в тебе. Ты двигайся. Тебя шатают ветры, люди. Но ты на лозе. Не все понимаешь, но ты знаешь, нужно двигаться в этом направлении. Вот как иногда. Иногда не нужно, чтобы гром гремел с неба. Не обязательно какие-то яркие, сверхъестественные вещи, чудеса и пророчества. Хотя я не против этого. Иногда просто пребывай на лозе. И ты будешь иметь направление в своей жизни. Побуждение, действие, силу Бог будет давать двигаться в правильном направлении. А еще плоды, друзья. Иногда, как я оскорблю, что у меня иногда не все получается. Но смотрю на этот принцип библейский. Смотрю на Иисуса Христа и говорю, Иисус, я тебе доверяю. Когда-то придет момент, я буду пребывать на лозе. И я буду людей делать более счастливыми. Я буду меньше их ранить. Да, я еще не вижу этого плода, результатов. Да, но семя уже посажено. Процесс пошел. Росток уже идет. Уже есть движение сока. Уже есть жизнь. Еще не видим оплоды. Но я верю, я их жду. Что они придут. И в мою, и в твою жизнь. Отношения с Богом, друзья. Они показывают тебе и мне наше состояние. Исаии 6, 5. Когда он попал в Божье присутствие. Написано, он сказал, горе мне, человек, я с нечистыми устами. Откуда он это понял? Он что, раньше себя не слышал? Ему, вы думаете, жена не говорила? Ага. А тут, когда Дух Святой сказал, по-другому откликнулось. Все как-то понял. Когда? Connection, связь, лоза, Божье присутствие. И там мы видим себя со стороны и понимаем. Да, друзья. Мы сегодня живем в мире. Когда мы ждем микроволновых результатов. Microwave. Results. We want everything to be quick. Now, today, right now, tomorrow. Пришел на конференцию, завтра золотой человек. Помолился, все, завтра мир цветет. А пребывать на лозее? А там погодные условия меняются. А там нужно ждать. А там хочется помидоры завтра? А нет, а завтра жуки прилезли. Да. И как хочется как-то. Тану его все. Буду сам как-то стараб. Я сейчас в школу пойду. Я там то сделаю. И мы этими ветвями машем, машем как бы. И руки поднимаем. И все, кажется, много шума и листьев. А плода, плода, друзья, нету. Как мне кажется, вот Иисус Христос, который давал это наставление своим последователям, ученикам. Как сегодня он смотрит на христианство и думает, как много всего, кроме плода духа. Много правильных действий. Много, кажется, и неплохой парень, но вот плода духа. Как хочется сегодня вдохновить каждую мужа, жену, молодого, старшего человека. Друзья, есть шанс. Есть выход. Мы можем изменяться. Плоды могут расти. Но надо пребывать на лозе. И тогда, друзья, у нас появятся силы. Потому что ты питаешься этим соком от него. И будешь приносить плод. Плод духа, который включает в себя любовь, терпение и все остальное. Молишься ли ты о духовном росте? Просишь ли ты Бога, помоги мне стать лучшим сыном? Когда последний раз ты молился, Господи, помоги мне стать лучшим мужем? Когда ты молилась или думала, Господи, а мне помоги стать лучшей женой? Отцом. Мы вроде бы как-то старались, как-то предпринимали какие-то усилия. Люди нас не оценили, не заметили наших стараний. И мы так расстраиваемся. И я думал, ну я же старался, я же делал, я же, ну, ты же свидетель, ну вот свидетели есть, я же старался. Вот в этом вся и проблема, беда, что я же старался. Я же себе. Ремайндер на телефоне поставил, чтобы не забыть сделать доброе дело. Но внутри это меня никак не меняет. Единственный путь, только лоза и ветви, отношения живые с Богом. Это все. Я хочу сегодня вас вдохновить, друзья, чтобы вы сегодня шли этим путем. И у кого нету, и кто сегодня желает молиться о том, чтобы в вашей жизни медленно, но уверенно, на основании Писания, не потому, что я сказал, но потому, что Христос сказал, если пребудете во мне, то принесете не чуть-чуть плода, а много плода, перемены внутри, в характере возможным. Во имя Христа Иисуса. Аминь. Аминь.